Я немножко расширю представление, которое было. Мы в группе Разум занимаемся тем, что мы изучаем потребителя. Мы изучаем потребителя для того, чтобы наши клиенты могли более эффективно вносить ценность своих продуктов до, соответственно, конечного потребителя. И самый распространенный вопрос, когда кто-нибудь узнавал, что я выступаю на эйфоруме, был такой. А почему, собственно, Тиндер? Ну, тут есть несколько ответов. Во-первых, я знал, что я буду выступать после обеда летом, когда будет жарко. И это иногда очень сложно, заставить людей вернуться после обеда и все-таки послушать спикеров. Тем более, что после таких двух очень серьезных выступлений, мне кажется, что у вас может быть шанс чуть-чуть улыбнуться раз, но самое главное – чуть-чуть задуматься. Потому что нам очень важно понять, каким образом изменяется поведение людей, а людям, как людям, несколько тысяч лет. Как изменяются их основные потребности в той ситуации, когда их медиапотребление меняется очень сильно. И поэтому, если мы будем говорить конкретно про Тиндер, была интересная история, когда один мой коллега из центрально-азиатской страны говорил о том, что на самом деле, в общем-то, он знает, кто придумал Тиндер и кто, собственно, Тиндером является в этой стране. Он даже назвал имя, это госпожа Айсара. Что она делала? Она приходила в университет, собирала информацию о студентах и, главное, студентках, а потом с помощью некоторой магии, интуиции, здравого смысла, но без математических алгоритмов, делала магический матч, который, собственно, и представляла своим клиентам, а это родители студентов. И, в принципе, это, наверное, один из самых старинных способов, как решить ту проблему, которую сейчас решает Тиндер. Поэтому нам интересно, как меняется поведение людей, когда они общаются теперь уже не с конкретным человеком, а с каким-нибудь инструментом. И тут я хотел вспомнить такого гениального мыслителя, как Машин Маклухан. Наверное, многие знают его по еще одному его известному выражению. Он говорил, что «медиа is the message», то есть то, каким образом мы коммуницируем, уже является частью того сообщения, которое мы передаем. Ну и самое интересное, что мы как раз и общаемся на стадионе. И история, ну, стадион так стадион, собственно, об этом и говорит. И, к сожалению, он не дожил до эры интернета. Но то, что он говорил, то, о чем он писал, и он, кстати, один из авторов термина «глобальная деревня», именно о том, как изменяется поведение потребителя в эту цифровую эру. И что же мы видим сейчас? Мы находимся в уникальной ситуации, когда мы перемещаемся из той системы координат, которая была последние 30-50 тысяч лет назад, когда человек находился в реальной жизни. Он общался в реальном времени с реальными людьми в область виртуальной жизни. И что интересно, это изменение очень сильно влияет, как это изменение влияет на основные паттерны поведения. Один из предыдущих докладчиков, который говорил о виртуальной реальности из компании The Market, он уже говорил, что он считает, что в ближайшем будущем мы переместимся более-менее полностью в эту виртуальную реальность. Но что самое интересное, что эта концепция совершенно не нова. Если вы вспомните самые удачные в мире франшизы, которые зарабатывают, наверное, больше всех денег и которые сами по себе стоят неизмеримое ни с кем количество денег, базируются именно на этой платформе. Если мы вспомним основные принципы религиозных практик, они об этом и говорят. Они говорят, что человек на самом деле создание виртуальное. Он на некоторое время пришел в реальность, а потом в эту виртуальность уходит. Казалось бы, как говорил предыдущий докладчик, что-то написано в древних книгах об этом, но только сегодня перед обедом мы услышали, что да, некоторые мыслители говорят, что вот эта виртуальность, она и будет диджитал. Диджитал сфера, куда рано или поздно переместятся те, кто не сможет улететь на Марс. И в этом смысле для нас очень интересно, как именно меняется поведение людей. И в некоторых областях это поведение критически отличается. Ну, например, если мы рассмотрим то, как вы обращаетесь с собственным кошельком, ну или финансами. Вы никогда не оставите свой кошелек на стадионе для того, чтобы кто-нибудь посмотрел, что-нибудь скопировал, попользовался. Но вы спокойно оставляете свой кошелек в интернете, защищая его паролем типа 1, 2, 3, 4. Ну, особенно предвинутые защищают паролем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, например. И это значит, что диджитал-платформы имеют о вас столько информации, сколько не имел никогда ни одно государство, ни одна разведывательная служба. И это иногда приводит к катастрофическим последствиям. Часть из вас, наверное, слышали о кейсе Эшли Мэдисон. Это канадская служба знакомств для замужних людей. Такой вот парадокс. В какой-то момент они накопили несколько миллионов клиентов, а потом кто-то из хакеров решил, что неплохо было бы обществу знать, собственно, кто эти люди. И через некоторое время выложил всю эту информацию в открытый доступ. Казалось бы, после этого судьба компании Эшли Мэдисон должна была закончиться. Но нет, эта компания до сих пор вполне себе нормально работает. Поэтому, с одной стороны, нас вроде бы и не беспокоит то, как мы отражаемся в этой цифровой реальности. Но, с другой стороны, мы видим тенденцию, когда такие люди, которые сами являются брендами, вот Брэд Питт, говорит о том, что после того, как он получил одну из своих многочисленных наград, одним из тем, что он сделает, это будет добавить эту награду в свой профиль Tinder. И это значит, что эта цифровая реальность все больше и больше имеет значение для нас. И это очень важно не только для тех областей, где мы уже привыкли что-то делать, искать информацию, покупать продукты, но для тех моментов, где всегда изначально физический контакт был очень важным. И тут мы сталкиваемся с тем, что наши стереотипы, которые до сих пор еще есть, сталкиваются с нашим поведением. Ну, вы можете сделать интересный эксперимент, те, кто из вас еще не замужем или не женаты, и рассказать своим родителям о том, что вы познакомились с очередной девушкой и парнем в Tinder. Я рискну предположить, что родители будут к этому относиться более скептически, чем если бы вы рассказали, что именно эту пару нашла леди Айсара, о которой мы говорили вначале. Хотя на самом деле, если мы внимательно разберемся в тех алгоритмах, которые используют подобные службы, те из вас, кто еще помнит университетский курс математики, знают о рейтинге ЭЛО, который ранжирует людей, мы поймем, что такие принципы гораздо более релевантны, чем то, что может сделать человек в реальности. Поэтому в данном случае мы видим, что в некоторых областях, которые с точки зрения стереотипов являются вроде бы неприемлемыми для такого пути решения, этот путь является самым целесообразным. И понятно, что новые компании не проходят мимо такой истории. Есть уже несколько предложений, когда вы можете узнать ту информацию, которая есть о вас и, что самое интересное, наверное, о вашем потенциальном партнере. В каких базах данных его можно найти? Есть ли привлечение к уголовным, административным ответственностям? Пользуется ли он какими-нибудь запрещенными веществами и так далее? И это приводит к тому, что вы с помощью такой службы знаете гораздо больше, чем вы даже теоретически можете узнать в реальном мире. Что это значит для брендов? Интересно то, что несмотря на все проблемы, о которых мы говорили с точки зрения конфиденциальности, более 70% людей говорит о том, что они готовы делиться информацией о себе с разными диджитал-платформами. И это тем более интересно, что мы действительно почти полностью переходим в онлайн. Мы находимся always on и подключены к сети практически все время, пока не спим. С одной стороны, это замечательно, потому что вы можете получить экстраординарную value. То есть еще 10 лет тому назад вы даже мечтать не могли о таких возможностях. С другой стороны, этими людьми гораздо проще манипулировать, но и гораздо проще коммуницировать. Перемещая коммуникацию, например, брендов в онлайн и даже в виртуальную реальность, мы имеем возможность достаточно просто, по крайней мере гораздо проще, чем в реальной жизни, и очень эффективно коммуницировать с ними и рассказывать о том, что собственно из себя представляет этот бренд. Еще одним интересным моментом, связанным с диджитализацией всего и вся, это парадокс криптовалют. Фактически, если вы спросите тех людей, которые инвестируют собственные деньги в криптовалюты, очень часто вы увидите, что люди не разбираются не то что детально, а иногда и не понимают принцип, по которому работает эта система. Но это еще не так страшно, потому что в принципе это те люди, которые рискуют своими деньгами. Гораздо интереснее, когда можно увидеть мнение экспертов, которые рассуждают о криптовалютах практически так же, и используя те же самые понятия и методологии, которые приемлемы для обычных денег. И это достаточно интересная проблема. Дополнительной проблемой является то, что в нашем виртуальном мире люди окружены таким количеством информации, что уже не могут ее воспринять. На среднего человека обрушивается около 5000 сообщений в день разной формы. И поэтому естественным образом люди просто ограничивают возможность восприятия. И из-за этого есть целая тенденция информационного или диджитального детокса, когда человек старается выключить мессенджер, телефон, не подходить в течение некоторого времени к электронной почте для того, чтобы ограничить себя. Эту же проблему решают и технологические платформы. Сейчас мы видим, что много поиска происходит с помощью голосовых помощников. Чем дальше, тем больше мы будем стараться в ситуации, когда еду нам с вами будет заказывать умный холодильник. И именно этот умный холодильник будет определять, какое пиво мы будем с вами пить вечером и какую минеральную воду он предложит вам с утра. И это проблема для брендов, потому что в этой новой реальности у брендов очень мало сил. Они теряют это влияние. Наверное, единственным методом, как можно это решить, это когда у бренда есть некая глобальная трансформационная цель, которую они могут донести до клиента. Но для того, чтобы эту цель сформулировать и для того, чтобы донести эту цель, нам надо строить новые модели бизнеса, которые будут полностью основаны на данных. На данных, с которыми, с одной стороны, наши клиенты с удовольствием с нами делятся, и с другой стороны, которые можем получить разными способами по поводу их поведения. Поэтому мы уверены, что модели, которые будут успешны в следующем десятилетии, это будут модели, которые будут нацелены на будущее, будут глобальными, будут зажигать и привлекать внимание. И на основе этого можно построить бизнес-модели, которые ориентируются на комьюнити, то есть ориентируются на людей с общими глобальными целями, больше, чем продукт. Одним интересным примером такой ситуации является опыт бренда… Чуть тише можно, а то меня не будет слышать. Я пока расскажу. Одним из таких примеров является пример бренда одежды. Понятно, что продавать одежду в момент, когда люди не ходят в магазины, очень сложно. Еще сложнее продавать одежду, когда человеку одежду некуда одеть. Ну, то есть, вообще говоря, катастрофическая ситуация. Ну, вот что придумали ребята? Они создали чисто виртуальную коллекцию одежды, которую, в принципе, можно одеть только для того, чтобы получить фото в Инстаграме. Если есть чуть тише, можно как раз теперь послушать. Нет? Не получается. Видео, видимо, не получается. The paradox caused by the unwritten rule, that we can't be seen online in the same outfit twice. So how do we secure a better future while maintaining our creative output online? With a digital clothing collection. A series of virtually fitted fashion items that you only wear in digital space. This is how it works. First, you take a picture. You choose a product from the webshop before a 3D tailor adjusts the product to your image. Now your outfit is ready to be shared on social media. This is a new way of expressing our fashion creativity without leaving a negative footprint on the world. So we see that in this situation, we have to be united as the problem, which they solve, so we also have to say that we don't want to produce лишнего, to save ecology. So we know that everything changes, and not change, and not change, and only change the desire of a person to pay attention. And we see that attention becomes much more than money, because it is a difficult to buy attention, and it is a difficult to buy attention. So, we don't know, how much will be the real value of the market, how will change the market, but it is clear that the new value of the future is swipe. It is a view, it is a view, it is a view, and it will be a result of your brand's success. And we are ready to help you in this way. So swipe it! Lets do the trust. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok